Внимание! 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 Спортсменки из этих двух регионов, пожалуй, обладают наиболее сильным составом. Внимание! 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 команды Татарстана есть явный лидер. Собственно, это явный лидер не только у сборной команды Татарстана, а это явный лидер у всего нашего рапирного фехтования в этой возрастной группе женского, я имею ввиду. Это Марта Мартьянова. И у нее есть очень сильная поддержка в лице Адели Абдрахмановой, которая занимает во всероссийском рейтинге четвертое место. А вот две другие спортсменки ну, немножко немножко все-таки наверное послабее. По крайней мере, так говорит рейтинг. Елена Новосадова в рейтинге занимает двадцатое место, Анастасия Семенова двадцать пятое. А вот что касается москвичек, то в составе сборной Москвы второй номер всероссийского рейтинга Камила Цибирова, третий Виктория Юсова, седьмой Белла Кулаева и девятый Алла Галакаленко. То есть, видите, все спортсменки входят в десятку лучших. И вот поэтому очень интересно будет посмотреть, что же возьмет верх звезды команды Татарстана Марта Мартьянова и Адели Абдрахманова, либо москвички, которые имеют более ровный состав. Ну вот сейчас счет стал 1-0, и Виктория Юсова открыл счет в поединке с Мартой Мартьяновой. Еще что интересно, это то, что вчера в личном первенстве Марта Мартьянова встретилась, собственно, фактически со всей командой Москвы. И победила Викторию Юсову, Беллу Кулаеву и Камилу Цибирову последовательно в четвертьфинале, в полуфинале и в финале. Ну, правда, надо сказать, в упорной борьбе. Виктория Юсова, например, выигрывала в четвертьфинале 8-7 у Марты Мартьяновой перед последним периодом. И все-таки именно в заключительной трехминутке Марта Мартьянова переупрямила соперницу и выиграла у нее 15-12. В полуфинале с Беллой Кулаевой борьбы не получилось. Белла Кулаева сразу же отдала сопернице инициативу. Ну, а если Марте Мартьяновой отдадут инициативу, то забрать ее обратно очень тяжело. 15-3 в итоге выиграла Марта Мартьянова. И в финале встретилась с Камилой Цибировой. И здесь борьба была равной. Цибирова даже ввела 6-4, 7-5, 8-6 в середине первого периода. Но Марта Мартьянова снова вышла вперед еще до первого перерыва 13-12. А после минуты отдыха в течение буквально нескольких секунд там меньше 10 секунд спортсменки были на дорожке. Она сумела нанести еще два укола. Выиграла 15-12 и выиграла золотые медали. Точнее, золотую медаль. Золото. Что еще интересно, это то, что Марта Мартьянова и Камила Цибирова встречались год назад в финале только Кадетского первенства России. Тогда тоже Марта Мартьянова выиграла 15-11. Это к ее взаимоотношению со своими соперницами. Но сейчас она встречается с Викторией Юсовой. И видите, 3-0 впереди Виктория Юсова. Та, которая ввела Марты в личном первенстве. Вот сейчас Виктория Юсова взяла защиту, дала ответ, но не попала в поражаемую поверхность. 3-0. Марта, не знаю, видимо, она вчера очень устала и, наверное, если кто смотрел традиционное интервью с победительницей, ну, буквально вытягивать приходилось слова из Марты. И в том числе вот она сказала, что это ее основная ошибка. Она не сразу включается в бой и очень-очень хочет это исправить. Позволяет очень много соперницей. Ну, и вот если во внутренних российских турнирах этого иногда соперницы и позволяют отыграться, как позволило и в том числе и Юсова, и Цибирова, то на международной арене поединки опять же с сильнейшими спортсменками это может не пройти. И вот сейчас, как мы видим, такая же ситуация. Марта не сразу включилась в эту встречу, хотя, возможно, ей просто не позволило это сделать Виктория. Это вот сборная Москвы. Максим Бабок, серебряный призер чемпионата Европы 2005 года в командном первенстве. сейчас тренер тренер сборной Москвы. Ну, и вот 4-0 впереди Виктория Юсова. И это, конечно, необычно, так скажем. Марта Мартянова дважды встречалась с Викторией Юсовой и выиграл у нее в Лионе 15-10. И, вы знаете, здесь вот в Сочи тоже победила со счетом 15-10. Хотя, почему-то у меня отложилось впечатление, что счет был вчера 15-12 вроде бы. Ну, может, я ошибся. Прошу прощения тогда. Ну, не столь важно. Ну, тем не менее, здесь первый период заканчивается. И за 3 минуты Мартяновой, видите, не удалось нанести пока ни одного укола. Здесь она так, что арбитр, похоже, показал, что была защита ответ в исполнении Юсовой. Марта Мартянова возразила, попросила посмотреть видео повтор. Ну, если арбитр прав, то счет станет 5-0 в пользу москвичек. Если же нет, то спортсменки продолжат фехтовать. Ну, хоть 4 секунды осталось, но нет. Не было укола. И 4-3-2-1. Все. 4-0. Вот такое вот необычное начало. 4-0 выиграла. Выиграла Виктория Юсова. А на дорожку выходит Камила Цибирова. Вы ее видите, серебряная медалистка вчерашняя. Ну, и, наверное, вторую серебряную медаль Камилле получать неохота. А вот это Аделя Абдрахманова. Ее соперница. Спортсменка, которая вчера выступила, наверное, не так удачно, как ей хотелось бы и виделось. Она вчера не вошла в восьмерку сильнейших. Хотя в этом году на счету Аделя Абдрахмановой есть победа на турнире сильнейших на призы на Эли Гелязовой. У себя дома в Татарстане, в Казани она выиграла. Турнир несколько раз была в восьмерке сильнейших на всероссийских соревнованиях. Ну, вот вчера в восьмерку сильнейших не попала. А вот Камила... Ох, какой красивый укол через плечо нанесла Камила Цибирова. Благодаря второму месту ну, вот и сборная Татарстана наносит свой первый укол. Его и приносит Аделя Абдрахманова 5-1. Камила Цибирова же наоборот. До вчерашнего дня ни разу не была в числе призеров в этом сезоне. Ну, это в принципе и понятно, потому что Камиле 17 лет. Она еще в прошлом году так же, как и Марта Мартьянова фехтовала по кадетам. То есть, это первый год юниорский. И то, что она заняла второе место на первенстве России, и то, что она занимает второе место в юниорском рейтинге, это замечательный просто результат для нее. ее тренирует первым тренером. Она, естественно, воспитывается Владикавказской школы фехтования Республики Северной Осетии Алания, как, кстати, еще несколько фехтовальщиц, которые теперь выступают за Москву, но они приезжают и поступают в Москву в Институт физкультуры. Например, вот Камила Цибирова ее тренировала Людмила Александровна Щербич. Ну, а сейчас тренирует Максим Бабок, которого вы видели, он же тренер сборной Москвы, и Владимир Сергеевич Иванов, наш замечательный специалист, который в 2008 году привел сборную России к золотым медалям на Олимпийских играх в Пекине, женскую сборную России по Рапире. Ну, вот что-то у Камилы Эту Адели Абдрахмановой проблемы с оружием были. Вот она вернулась на дорожку. Что интересно, Цибирова с Абдрахмановой в этом сезоне ни разу не встречались. Ну, конечно, на тренировках, на сборах они фехтовали, я думаю, между собой неоднократно. Однако, в турнирные дороги, пути дороги не сводили их лицом к лицу. Вот Камила Цибирова, счет 6-2 в пользу первой сборной Москвы, а это означает, что во встрече Камилы Цибировой и Адели Абдрахмановой пока равенство 2-2. Что еще можно сказать? Я сейчас посмотрел, что происходит у нас в Польше, потому что там вот-вот должны начаться поединки уже медальные, то есть полуфиналы. Напомню, в полуфиналах две спортсменки России, две спортсменки Италии на этапе Кубка Мира среди взрослых в Польше, в Гданске. Аида Шанаева встречается с Мартиной Ботини, а в другом полуфинале Инна Дереглазова и Ариана Ирига. Супер полуфинал. Чемпионки мира последних лет в очном противостоянии определят финалисты. кстати, в прошлом году в финале, напомню, встретились как раз Аида Шанаева и Инна Дереглазова. Обе чемпионки мира таким образом стали. Точнее, тогда Инна Дереглазова еще не была чемпионкой мира. Это Аида Шанаева в 2009 году выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Анталии. Ну, а в прошлом году в Москве в 2015 Инна Дереглазова стала чемпионкой мира. Так что, вот у нас, видите, две чемпионки мира в личном первенстве. Напомню, что у женщин в Рапире в этом году на Олимпиаде будет только соревнование в личном первенстве. Тут сейчас Тадель Абдрахманова возвращается на дорожку, там что-то было у нее с оборудованием и командного турнира не будет. Очень жаль, ну, очень жаль, прежде всего, потому, что многие замечательные спортсменки останутся за бортом олимпийского турнира, ведь в тех видах оружия, где будет только личное первенство, на Олимпиаду попадет не более двух человек от страны. И вот, в частности, итальянцам тоже, наверное, жаль, потому, что знаменитая Валентина Вицали, которая очень хотела выступить на своей шестой Олимпиаде, уже фактически потеряла шансы на это, проиграв в том числе и сегодня. Сегодня, напомню, ее остановила россиянка Анастасия Иванова, выигравшая 10-4 поединок 1-8 финала. Вчера, когда, если кто слушал наш репортаж, наверное, слышал, что Владимир Сергеевич Иванов который помогал мне, заслуженный тренер сэра России, он сказал, что Валентина Вицали закончила выступление, но, видите, нет, он был не совсем прав, Валентина Вицали выступила в Гданске, но, видите, в 1-8 финала уступила Ивановой, Анастасия Ивановой. Ну, сложно сказать, конечно, Вицали тяжело тягаться с молодыми итальянскими фехтовальщицами, по крайней мере, более молодыми Арианой Ригой, Лизой Дефранчиской, Мартиной Ботини, Алисой Вольпи, Каролиной Эрбой и другими. Но, тем не менее, знаете, если бы были командные соревнования, то наверняка Вицали бы в состав команды включили, и наверняка она бы сборной могла бы помочь, как помогла, например, на московском чемпионате мира, где выиграла золотую медаль в командном первенстве. Ну, что ж, законы суровы, в том числе и спортивные, закон суров, но это закон. А он говорит о том, что у нас в этом году только личное первенство на Олимпийских играх. Продолжаем наблюдать за боем, москвички впереди, 9-4, и вот десятый укол. Десятый укол наносит Камила Цибирова. Счет становится 10-4, а это означает, что она выиграла 6-4 у Адели Абдрахмановой. И вот сейчас Алла Голоколенко на ваших экранах она встречается с Анастасией Семеновой. Это третий номера, так сказать, сборных, ну, по рейтингу, по крайней мере. Ну, если Алла Голоколенко все равно остается, по крайней мере, теоретически еще претендентом на Веста в сборной команде, вчера она дошла до 1-8 финала, правда, но на ее счету есть третье место, например, на всероссийских соревнованиях в Татарстане. Она выступала и на этапах, Кубка Мира, очки набирала на них. Вот Анастасия Семенова, она еще по кадетам выступает, вот среди кадетов Анастасия Семенова находится в числе лидеров, она занимает четвертое место во всероссийском кадетском рейтинге, но в Венеорском 25-е только. Ну вот совсем недавно, ровно неделю назад, 8-го января, она у себя дома в Казани выиграла традиционный новогодний турнир памяти Исаака Брэна, но это кадетский турнир. Ну вот сейчас для Аллы Голоколенко очень важно, конечно, обыграть соперницу, которая ниже ее рейтингом, по крайней мере, попытаться увеличить разрыв в счете, но вот смотрите, Анастасия, как бурно реагирует, а повод у нее есть, это укол, который она нанесла, сократила разрыв в счете, 5-10. И посмотрите, еще один укол, 6-10, да, вот такой, знаете, классический кинематографический случай, когда лидеры проигрывают, а спортсменка, которая не претендует, вроде бы на лидерство берет на себя роль лидера и начинает отыгрывать очки, заводит команду, посмотрим, так ли это будет, все-таки это всего два укола, рано делать далеко идущие выводы, но хотелось бы, чтобы это было так, потому что это будет интереснее, но вот посмотрите, и Алла Галаколенко нанесла такой красивый укол, 11-6 она повела, точнее, сборная Москвы повела, а Алла Галаколенко нанесла первый укол в этом бою, вы знаете, тут сейчас можно даже легко определить по звуку, кто наносит укол, потому что Анастасия Семенова такой хороший-хороший голос, в принципе, она может не только фехтовать, но и участвовать, наверное, в программе голос, если захочет, конечно, вокальные данные у него прекрасные, 11-7 москвички впереди, но именно в этом бою арбитр Максим Рогушкин пока что фиксирует три укола команды Татарстана и только один у сборной Москвы, видите, как Анастасия Семенова продолжает идти вперед, ну, правда, это пока не превращается в уколы, но она продолжает искать момент, искать возможность для атаки, а Ла Голоколенко действует все-таки достаточно пассивно, видимо, желая сохранить что ли счет, но вот у нее не получается это, 4-1 в этом бою счет становится, Анастасия Семенова возвращает интригу в эту встречу, ну, она, наверное, все-таки не умирала, ведь два боя все прошло, а дальше Аделия Абдрахманова и Маста Мартиянова в следующих двух боях, да, как-то запасная у команды Москвы Белла Кулаева, бронзовая медалистка этого чемпионата, вчера она заняла третье место, дочь, кстати, олимпийской чемпионки Светланы Бойко и арбитра и арбитра международной категории Дмитрия Кулаева, они здесь находятся и следят я думаю и за этим поединком, потому что Белла может выйти на дорожку, 18 секунд остается провести спортсменкам на дорожке, потому что явно уже до 15-го укола они не доберутся, да, Лаколенко больше обозначает атаку, а Анастасия Семенова ее делает, вот видите, 5-1 она выигрывает уже этот бой и еще 8 секунд, да, похоже, что москвичка уже просто хочет достоять это время, достояла, но 5-1 в пользу Анастасии Семеновой и 9-11 ну почти минимальное, скажем так, преимущество сборной Москвы и Виктория Юсова и Аделия Абдрахманова сейчас выйдут на дорожку очень важная встреча пока есть немного времени я хочу напомнить вам о том, что уже не раз говорил во время наших трансляций о новом интернет-проекте Федерации Фехтования России Расскажи о фехтовании он называется нам очень интересно узнать какие в ваших регионах проходят мероприятия поэтому снимайте на видео сюжеты о фехтовании присылайте нам лучшие сюжеты будут размещены на официальном канале Федерации Фехтования России а самые активные участники станут внештатными корреспондентами канала Росфенсинг ТВ которые вы сейчас смотрите и получат цифровую видеокамеру итоги чемпионата точнее итоги конкурса простите будут подведены во время чемпионата России 2016 года в Омске это случится в апреле а пока вы можете снимать присылать все условия конкурса более подробные адреса куда присылать можно узнать на официальном сайте Федерации Фехтования России Росфенсинг Ру если зайти то справа будет кликнуть на такое объявление новый интернет проект ФФР и вы сможете прочитать все условия конкурса поэтому снимайте присылайте побеждайте тем временем Виктория Юсова нанесла еще один укол 12-9 увеличила чуть-чуть разрыв в счете ну а в следующем бою Марта Мартьянова встретится с Аллой Голоколенко видимо по крайней мере так в стартовом протоколе но видите Алла очень неудачно провела бой с Анастасией Семеновой 1-5 может быть ее заменят на Беллу Кулаеву но с другой стороны Белла Кулаева вчера тоже попала Марте Мартьяновой со счетом 3-15 ну что ж это вот тренером московской команды есть о чем задуматься ну а тем временем осторожничает и Виктория Юсова и Аделя Абдрахманова Аделя атаковала но попала в руку а Виктория Юсова тоже нанесла укол но тактическая правота в этой ФРС была стороной Адели Абдрахманова вот сейчас Аделя Абдрахманова успешно действует 10-12 счет становится вновь всего два укола преимущества москвичек Виктория Юсова 98-го года рождения в прошлом году она фехтовала еще по а вот вот нет нет укола нету тоже видите Виктория как отреагировала в прошлом году она еще фехтовала по кадетам но в этом сейчас занимает третье место во всероссийском рейтинге и наивысший ее успех это третье место на этапе юниорского Кубка мира в Лионе как я уже говорил в личном первенстве два дня назад она была пятой с Адели Абдрахмановой встречалась дважды на турнире в Казани в августе уступила ей со счетом 6-15 а в командных соревнованиях на всероссийских соревнованиях в Новогорске в декабре поединок между ними закончился со счетом 1-1 в ничью и вот кстати и сейчас тоже 1-1 у них на дорожке и остается чуть больше 30 секунд Виктория Юсова наверное так формально второй номер московской команды потому что лидером является Камила Цибирова она находится и в рейтинге повыше но Виктория третья в рейтинге а Камила вторая ну что еще сказать Виктория выступает за общество юность Москвы но тем временем Адели Абдрахманова сокращает разрыв счета до минимума и разница в один укол у нас еще не было ну если не считать счета 1-0 в самом начале когда Виктория Юсова открыла счет в поединке с Мартой Мартьяновой да интересно сейчас очень будет спортсменки решают оставить этот счет 2-1 в пользу Адели Абдрахмановой но москвички впереди 12-11 вот и вот Белла Кулаева я вижу да вместо Аллы Голоколенко Белла Кулаева ну наверное ей подсказали а нет простите Алла Голоколенко а я ошибся показалось так издалека ну и Марта Мартьянова готова интересно посмотреть взаимоотношения этих спортсменок я хочу сказать что вот уже несколько лет у нас есть база данных Федерации фехтования России в которой много всякой разнообразной информации результаты соревнований рейтинги и в том числе можно посмотреть о том как спортсменки встречались между собой и вот в этом году Алла Голоколенко и Марта Мартьянова встречались один раз это было в Казани на всероссийских спортивных соревнованиях и тогда 15-11 выиграла Марта Мартьянова ну наверное тренеры подсказали все-таки Алла Голоколенко в чем была ошибка может быть привели в чувство и вот сейчас встреча продолжается по-прежнему сборная Москвы впереди 12-11 пока небольшая пауза я смотрю нет ли у нас известий из Гданская нет известий из Гданская нет известий из Гданская нет известий из Парижа нет известий из Парижа Тогда возвращаемся в Сочи, где вот Алла Голоколенко наносит укол. И снова москвички впереди два укола. 13-11, 42 секунды прошло. Это пятый поединок. Давайте я напомню, как команды добрались до финала. 11 команд участвовало. И сборная Москвы и Татарстана. О, Марта Мартьянова. Первый укол, между прочим, в финале-то и для этого ей потребовалось, видите, почти 4 минуты. Трехминутку с Викторией Юсовой она отстояла на ноль. И почти минуту с Аллой Голоколенко тоже не могла нанести уколы. Но вот, наконец, Марта Мартьянова нанесла уколы и это отметила так. Но Алла Голоколенко, видите, на этот раз четко держит удар. Больше того, и сама его наносит. Ну, в данном случае не удар. Удары у нас начнутся завтра, когда выйдут на дорожку саблисты. Ну, а здесь держит удар и наносит укол. 14-12. 14-12 в пользу первой сборной Москвы. Максим Рогушкин еще раз подтвердил этот свой вердикт. Вернемся к тому, как команды шли. Москвички выиграли у сборной команды Санкт-Петербурга. У второй сборной Санкт-Петербурга легко и уверенно. 45-21. А в полуфинале в трудной борьбе обыграли команду Башкортостана. 39-37. Ну, вот Марта Мартьянова сокращает разрыв в счете. Снова до минимума 14-13. Ну, а сборная Татарстана без проблем выиграла команды Северной Осетии. Аланья, 45-25 и 44-30 у второй сборной Москвы. Ну, хочу напомнить, что вторая команда Москвы завоевала уже бронзовые медали. Поединки со сборной Башкортостана. Причем башкирские раперистки выигрывали 9 уколов по ходу боя. Но москвички догнали и перегнали. И бронзовыми медалями будут награждены Ольга Батенина, Алана Кочиева, Екатерина Кузьмичева и Мергул Кадырова. Награждение, кстати, соревнований как и у юношей, так и у девушек. Награждение вот сейчас после финального поединка девушек. Видите, тем временем Марта Мартьянова догнала было соперницу, но Алла Голоколенков снова нанесла укол и вышла вперед опять московская команда 15-14. Ох! Наверное, стоит сказать добрых слов и вагод трестсборной Башкортостана. Хотя девушки остались без наград. Но они дали настоящий бой московской команде. 37-39 уступили. И вы видите, первой команде немного уступили. И второй московской команде в споре за третье место. 41-45. Перечислим башкирских спортсменок. Екатерина Куклина, Элина Ибрагимова, Аделина Бекбулатова и Юлия Гайнулина. Сражались на равных с призерами. Ну, что ж, это спорт. Хоть это и банально звучит, но это так. Все медали выиграть не могут. Ну, кстати, Элина Ибрагимова, хочу я напомнить, вчера завывала бронзовую медаль. Стала бронзовым призером. Так что башкирские раперистки без медали отсюда. Не уедут. Ну, вообще, Башкортостан и рапиры, это чуть ли не синонимы в фехтовальном мире. Хотя есть у Башкортостана и представители в других видах оружия. И посмотрите, молодец какая Алла Голоколенко. Наносят еще один укол. Да, вот как она... Не знаю, не вошла, что ли, в бой так. Или просто с Анастасией Семеновой у нее, может, трудновато чем-то было. Ну, вот сейчас с Мартой Мартьяновой действует просто прекрасно. И, более того, выигрывает 4-3 у Марты. Марта Мартьянова, конечно, в последние годы выступает очень много. А в прошлом году она вообще фехтовала фактически по двум календарям. По юниорскому и по кадетскому. Стала двукратной чемпионкой России в личном первенстве в прошлом году у Марты Мартьянова. Она вначале выиграла в Арзамасе юниорское первенство страны, а затем и кадетское тоже. И в Ташкенте выступала на первенстве мира и среди юниоров, и среди кадетов. Но я, честно говоря, думаю, что просто она очень уже устала к этому времени. И не вошла в восьмерку лучших ни там, ни там. Хотя, конечно, по потенциалу вполне могла бы бороться за медали. Ну, по крайней мере, уж в кадетском турнире. Ну, в этом году она уже выступает только по юниорам. Выступает успешно, возглавляет юниорский рейтинг. В Казани она одержала две победы на первых в сезоне всероссийских соревнованиях. Затем была третьей на этапе Кубка мира в Румынии, в Тимишеваре. Там, кстати, победила другая россиянка Мария Мельникова. Была в восьмерке сильнейших на этапе Кубка мира в Бохуме, в Германии. Третий в Братиславе. Наконец, выиграла Тапка мира в Лионе. И здесь выиграла, стала чемпионка России среди юниоров в Сочи. Ну, а сейчас концовку боя она провела успешнее. Нанесла три укола подряд. Выиграла со счетом 6-4 встречу у Аллы Голоколенко. И со счетом 17-16 она выигрывает. Теперь сборная Татарстана, я имею ввиду, выигрывает. Но преимущество невелико. А у москвичек, особенно если учесть, что у москвичек, завершать второй круг выходит Камила Цибирова. Серебряная медалистка этого турнира. А у сборной команды Татарстана Анастасия Семенова. Это спортсменка, которая еще является кадеткой. И спортсменка, которая вчера заняла 22 место в личном первенстве. Но с другой стороны, это спортсменка, которая уже в этом году поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, выиграв 8 января традиционный новогодний турнир памяти Исаака Брена у себя дома в Казани. И Анастасия Семенова сразу начинает очень активно этот бой. Но пока укол нанести ей не удается. С Камилой Цибировой она встречалась дважды. Оба раза в пульках. Проиграла я ей со счетом 2-5 в Казани. И вчера в предварительных турнирах она встретилась. Эти две спортсменки были в одной группе. 5-4 тогда тоже выиграла Камила Цибирова. Так что ожидать, что у Цибировой будет легкая прогулка, конечно, не стоит. Вот сейчас Камила атаковала, но попала в итоге в руку только. О, вот Камила второй раз, видите, использует рост свой, руки колет из-за головы, наносит укол. И сравнивает счет 17-17. Это ей удалось и Аделю Абдрахману вот так уколоть в первом своем бою финала. Ну, а сейчас она очень важный на кой укол нанесла. Сравняла счет. 17-17 счет стал. Да, москвички начали очень хорошо, но, видите, затем три боя подряд выиграли раперистки Татарстана. Причем Анастасия Семенова именно внесла наиболее весомый вклад в то, что раперистки Татарстана сейчас на равных идут с командой Москвы. 17-17. 2 минуты 19 секунд остается в этом бою. Ну, или до 30-го укола. Ну, честно говоря, вряд ли. Я думаю, что дело дойдет сейчас до 30-го укола. Ну, Камила Цибирова выводит вновь москвичек вперед. 18-17. Ну, вот вы посмотрите, Анастасия Семенова не сдается. Не сдается, сравнивает счет. 18-18. Я пока перечислю обладателей семи золотых медалей этого турнира. И хочу сказать, что вот только в предыдущем бою сборная Санкт-Петербурга выиграла вторую золотую медаль. В турнирах по шпаге победили Олег Кныш Санкт-Петербург у юношей, Ирина Охотникова Самарской области у девушек, а в командном первенстве у ребят выиграла сборная Московской области, у девушек сильнейшими стали москвички. Представитель сборной Башкортостана Искандер Ахметов выиграл золотую медаль в личном первенстве Парапири у юношей, а у девушек отличилась Марта Мартьянова. Ну, так что видите, Марта Мартьянова сейчас имеет шанс выиграть вторую золотую медаль, но для этого ей нужно, чтобы ей помогли и подруги по команде. Ну, а победа сборной Санкт-Петербурга в личном первенстве Парапири, которая была только что достигнута перед этим боем, стала второй для команды с берегов Невы на этих соревнованиях. Ну, и в этой паре, как видите, Москва-Татарстан, оба этих региона тоже имеют по одной золотой медали, так что кто-то из них присоединится к петербуржцам в своеобразной такой командной борьбе, общекомандной борьбе, так скажем, чтобы не путаться с командным соревнованием, которые сейчас идут. 2018 счет в пользу сборной Москвы, Камила Цибирова 4-1 выигрывает у Анастасии Семеновой эту встречу. И знаете, что интересно еще, представители команды Татарстана, тренеры поставили своих спортсменок таким образом, ну, обычно, как сильнейших ставят под конец. И действительно, завершать у сборной Татарстана будет Марта Мартьянова, но перед ней будет фехтовать не Аделя Абдрахманова, казалось бы, да, второй номер сборной Татарстана, а как раз Анастасия Семенова. А вот Аделя Абдрахманова выйдет на следующий бой, седьмой. Ну, такое как интересное решение, но и логика, наверное, своеобразная в этом, конечно, присутствует. Ну, у москвичек все более-менее стандартно. Алла Голоколенко в седьмом бою выступит Виктория Юсова в восьмом, и Камила Цибирова как лидер команды, по крайней мере, если судить по рейтингу. Да и по выступлению, она вчера выиграла второе место, будет завершать этот поединок, и мы увидим, можно так сказать, кусочек вчерашнего финала. То есть снова встретятся на дорожке Марта Мартьянова и Камила Цибирова. Камила тем временем наносит еще один укол, и москвички снова получают некоторое преимущество 21-18. Ну, в ближнем бою, видите, Камила пыталась снова уколоть из-за головы, но на этот раз это у нее не получилось. 40 секунд с небольшим остается. Ну, этого времени достаточно, чтобы нанести вполне несколько уколов. Вот, видите, Анастасия Семенова атаковала, уколола, но в непоражаемую поверхность. Поражаемая поверхность в рапире вы, наверное, знаете, но на всякий случай я скажу. Вот, видите, это более темная такая серая куртка, то есть туловище. И нижняя часть подбородника называется подбородник маски. Вот, очень хорошо сейчас видно. Это вам показали Анастасию Семенову. Чуть больше 20 секунд остается. Анастасия Семенова попыталась нанести укол неудачно, но Камила Цибирова тоже не смогла завершить свою атаку. 15-12 секунд и защита-ответ в исполнении Анастасии Семеновой и 21-19. Ну вот, Камиль Цибировой. Надо было поправить оружие. Вот она на ваших экранах улыбается. Ну, одна медаль у нее уже есть. Точнее, у нее есть уже две медали. Вопрос только в том, какая будет вторая. Готово. А тем временем пришли известия из Парижа, где мой миленький живет, да? Это я на всякий случай цитирую знаменитый мультфильм «Кольцо с корабеем». Так вот, в Париже Дмитрий Ригин, выиграв у Джорджа Авола со счетом 15-13, вышел в полуфинал и таким образом вошел в число призеров. В полуфинале он встретится с Петером Йопихом из Германии, с шестикратным чемпионом мира. А в другом полуфинале встретятся Джерек Майнхарт и Рейс Эмбоден, американцы. Так что можно вас поздравить с еще одной медалью. Две медали, как видите, у нас есть в Польше. Какие мы не знаем. Ну, в полуфиналах Аида Шанаева и Инна Дереглазова. И медаль, как видите, в Париже. Дмитрий Ригин. Ну, а у нас здесь при счете 21-19. В пользу сборной Москвы начинается последний круг встречи раперисток Москвы и Татарстана. Поединок за золото на чемпионате России среди юниоров. В городе Сочи. В спортивно-тренировочном комплексе Югспорт он проходит. Ну, кстати, здесь одновременно очень много спортсменов. И тренируются, и турниры проходят. Когда мы сюда только приехали, здесь яхтсмены проводили свою регату. Футболисты здесь занимаются. Ну, и я хочу сказать, что... Прямо рядом с нами сегодня был большой регбийный матч на поле для регби. Встречались красноярский Енисей. Енисей СТМ, команда И, команда Ньюкасл Фалконс из Англии. Это был Еврокубок, Челлендж Кап, так называемый. Это очень серьезный трофей. И я хочу вам с радостью тоже сообщить, что наши регбисты победили 24-7. Это, поверьте мне, очень серьезный результат. Потому что англичане, родоначальники регби, как известно, англичане играют в регби очень хорошо. Это одна из сильнейших команд мира. Сборная Англии. Ну, и английские клубы. Это тоже, они обладают огромнейшим авторитетом. И пусть это не самый главный трофей, это второй по значимости европейский трофей. Но все равно, я вас уверяю, что наши регбисты выиграли очень важный матч у очень сильного соперника. Поэтому поздравляем. Ну, а у нас Алла Голоколенко выигрывает 3-1 у Адели Абдрахмановой. И если, видите, она проиграла первые все-таки два боя. Анастасия Семенова и Марти Мартьяновой. Ну, если с Анастасией Семеновой у нее, видимо, просто что-то совсем не пошло, то с Мартой Мартьяновой уже Алла сражалась, ну, почти на равных, лишь в самой концовке. Ей уступив. Ну, а сейчас 24-20 был счет. Правда, Максим Рогушкин в данном эпизоде посчитал, что укол надо присудить Адели Абдрахмановой. Алла Голоколенко с ним не согласилась и попросила посмотреть видеоповтор, чем сейчас Максим и занимается. Советуюсь со своим коллегой Яной Рузавиной. Да, и вы знаете, Алла была права, о чем сейчас Максим Рогушкин и возвестил. 25-20 счет в пользу сборной Москвы. Он изменил свое мнение, изменил фразу. Ну, вот сейчас все-таки и Адели Абдрахманова добилась успеха. 25-21. Значит, сегодня, как вы... Ох, как хорошо встретила Алла Голоколенко свою соперницу. 26-21, загорелся один фонарь. Я хочу сказать, что сегодня по окончании этого поединка будут церемонии награждения, которые вы тоже увидите. И если вы следите здесь за кем-то из своих родных, знакомых, друзей, ну, или просто хотите посмотреть за хорошим фехтованием, за будущим российского фехтования, то, наверное, вам стоит посмотреть и церемонии награждения, которые будут сразу же по окончании этого поединка вначале у юношей, потом у девушек. А уже завтра у нас в предпоследний день чемпионата будут разыграны еще два комплекта наград в соревнованиях саблистов и у юниоров, и у юниорок. Начало финальных поединков 18-0-0. Не пропустите их. Завтра, в воскресенье 17 января, личные соревнования. Послезавтра, в понедельник, в заключительный день турнира, командные соревнования тоже у юниоров и у юниорок по сабли. После этого будет некоторая пауза. И 27 числа, через 11 дней, здесь же, в этом же самом зале, очень хорошо оборудованном, очень просторном, состоится. Следующий турнир начнется. Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 17 лет в возрасте, то есть среди кадетов. Уже 27 числа. Тоже, кстати, его начнут раперисты. И вот Анастасия Семенова, которая здесь фехтует за сборную Татарстана, она в следующем бою должна появиться на дорожке, и наверняка будет выступать и в соревнованиях среди кадетов. Причем, если здесь она, как видите, сейчас будет только с командной медалью, то в кадетском турнире она претендентой на личную награду. А тем временем Аделя Абдрахманова, несколько упустившая вперед Аллу Голоколенко, сокращает разрыв. С ней 24-27 счет становится. Вот Алла зачем-то за 17 секунд до конца бросилась вперед. Ну, Максим Рогушкин, правда, остановил бой, команду стоп, после чего Аделя Абдрахманова уколола свою соперницу, и этот укол не был засчитан. А вот сейчас Алла Голоколенко обозначила скорее атаку. Аделя постаралась нанести укол, поскольку именно этот бой она уступает. Абдрахманова 5-6. Нет, за 4 секунды. Так, а вот Алла Голоколенко считает, что она взяла защиту и дала ответ, и, соответственно, ей нужно засчитать укол. Нет. Посмотрев видео повтор, арбитр отклонил ее претензии. Седьмой бой. 4 секунды. 3, 2, 1. Все, время вышло. 27-24. С таким счетом закончился этот поединок. Алла Голоколенко выиграла его 6-5, и на дорожке Анастасия Семенова, Виктория Юсова. Важнейшая встреча. Важнейшая чем? Конечно, сейчас Виктории нужно как можно больше увеличить разрыв в счете. Потому что Марта Мартьянова и Камила Цибирова в финале, хотя, конечно, Камила Цибирова вчера на равных сражалась с Мартой Мартьяновым, но все-таки Марта Мартьянова это лидер наш. Лидер явный. И хотя здесь у нее именно в этом финале сегодня дела не очень идут, но в одном конкретном бою Марта может показать все, на что она способна. А способна она на многое. Поэтому, конечно, Виктории Юсовой с точки зрения тактической борьбы хорошо бы на пару у Кольчиков хотя бы увеличить преимущество, тем более, что ее соперница, наверное, не так сильна, как две предыдущие соперницы Виктории. Марта Мартьянова, которую она обыграла со счетом 4-0, и Аделя Абдрахманова, которой Виктория уступила со счетом 1-2. Ну, посмотрим, посмотрим. Спортсменки пока осторожничали. За 40 секунд укола не нанесли. Только вот сейчас... Все-таки зажегся фонарь, но белый, означающий, что Виктория Юсова попала в непоражаемую поверхность. 27-24. И вот Виктория наносит первый укол. 28-24. Ну, спортсменки фехтуют по разным календарям. Виктория Юсова юниорка, Анастасия Семенова еще кадетка, и поэтому неудивительно, что между собой в этом сезоне друг против друга они на дорожку еще не выходили. Хотя на самом деле Виктория 98-го года рождения в сентябре родилась, а Анастасия Семенова 99-го. Ну, вот как раз именно по 99-му году и проходит возрастной водораздел между юниорами и кадетами. Поэтому в этом году так уж случилось. Их пути не пересекались. Давайте посмотрим, что, кстати, было в прошлом году. Я думаю, что в прошлом году весьма вероятно, что они встречались между собой. Да, встречались, но, кстати, только один раз. И, кстати, тоже в командном первенстве. В Арзамасе оно проходило. Кстати, прекрасно был организован турнир. И тогда Виктория Юсова выиграла у Анастасии Семеновой со счетом 3-1. Ну, а сейчас 1-0 выигрывает Виктория Юсова. Одна минута еще. Ну, что сказать. Для Марты Мартьяновой, конечно, тяжело. Но не невозможно отыграть 4 укола. Вы знаете, по-моему, для Марты возможно все. А вот сейчас Виктория Юсова по совету тренеров берет видео. И Максим Бабук даже сам разбирает фразу, но арбитр с ним не согласился. Максим Рогушкин посмотрел видеоповтор, но решение свое не изменил. 28-24 в пользу первой команды Москвы. 1-0 выигрывает в этом бою Виктория Юсова. Да, сейчас интересная ситуация. Конечно, Анастасии Семеновой хочется хотя бы наукольчик подтянуться, чтобы Марте Мартьяновой было все-таки отыгрывать хоть немногим, но меньше. И Виктории хочется... И вот она наносит укол, да. Виктории хочется сделать наоборот. Чтобы Марте Мартьяновой было хоть наукольчик, но больше отыгрывать. И сейчас она этого добивается. 29-24. И в то же время обе спортсмена... Вот смотрите, их сразу... Максим Бабук дает наставление Камиль Цибировой какие-то перед последним боем мы увидели. Да, вот поэтому спортсменки не хотели рисковать. Не хотят и сейчас. Ну и все решится у нас. Судьба золотых медалей в последнем поединке. А здесь... 29-24... Виктория Юсова 2-0 выиграла у Анастасии Семеновой. И... Марта Мартьянова... Камилла Цибирова. Внимание! Собитатели призеров, которые первые игры приготовятся. Сразу про отначально встречи начнется отражение. Вы слышали, да? Что сразу по окончании этой встречи начнется награждение победителей и призеров соревнований по рапире среди юниоров. Итак, Марта Мартьянова, Камила Цибирова, кто вчера не посмотрел финальный поединок в личном первенстве, вполне могут составить себе представление, наверное, о том, хотя бы частично, как он проходил, наблюдая за этой встречей. Вот они, финалистки. Две наших лучших рапиристки. В этом возрасте, по крайней мере, это так говорит рейтинг. И они сами доказали это своим фехтованием вчерашним. Готово? Начинь. Стоп! Атака, все, вы не правы. 29-25. Видите, Марта Мартьянова сразу же пошла, что называется, с места в карьер. И за 10 секунд отыграла один из пяти уколов. Стоп! Боев, готово? По полшагу не станет. Начинь. Посмотрим. Задача у нее, перед ней, стоит сложная, перед Мартой Мартьяновой. Но решать такие задачи, возможно, ей придется во время своей карьеры еще не раз. А может, уже и в ближайших соревнованиях. Начинь. Марта Мартьянова, чемпионка мира среди кадетов 2014 года. Стоп! Ну, так, желтую карточку, Максим Рогушкин. Боев. Готово? Начинь. Показал Марте Мартьяновой. Право, братан. Ах, а вот Камила Цибирова, выждав момент. Соперница получила желтую карточку, а Камила зажгла зеленый фонарь. Означающий, что счет стал 30-25 в ее пользу. Ага. А сейчас... Готово? Нет, сейчас нету никому. Посмотрите, Камила снова зажигает зеленый фонарь. 31-25. Вот это уже... То есть она не то, что... Не позволила Марте пока сократить разрыв счета, а еще увеличила его. Марта дала... И еще один укол! 32-25. Ну что это такое? Не знаю, может Марта торопится, но время-то еще много. Две с половиной минуты. Дала проверить арбитру свое оружие. Нет, все в порядке. 32-25. Две минуты 22 секунды. Так, никому обоюдные атаки. Я еще хочу сказать, что завтра, помимо соревнований, здесь у нас в личном переносе по САБЛе пройдет огромное количество турниров. Это этапы европейского кадетского цикла в Италии и в Австрии. Это поединки европейского молодежного цикла для спортсменов до 23 лет в Будапеште. И в Дижоне, Франция, соревнования шпажисток-юниорок в рамках этапа Кубка Мира. А шпажисты-юниоры, которые сейчас, кстати, соревнуются в Базеле, выступят там в командных соревнованиях. Кроме того, будут разыграны медали в командном переносе на этапах Кубка Мира в Париже. Во Франции у раперистов, у взрослых и у раперисток. Очень важен, конечно, этот турнир для раперистов наших, потому что мужчины-раперисты отбираются в команде на Олимпиаду. Там будут командные турниры, поэтому если наша сборная попадет в число участников Олимпийских игр, то три спортсмена автоматом выступят и в личном первенстве. У нас 32-26 сейчас счет. Здесь оп! Ох! Очень динамичный эпизод, который арбитр прекратил командой стоп. 32-26 Две минуты И защита-ответ в исполнении Камилы Цибировой Но она попадает В непоражаемую поверхность 32-26 Точнее, скажем так, не попадает в поражаемую поверхность. Вот так будет корректно. Готовы? Начали. Стоп, стоп. Пальчик старт. Готовы? 32-26 и 1 минуту 53 секунды. Да, москвички Изо всех сил удерживают Лидерство. Хотят выиграть золото на самый... Так. На самой границе боя сейчас остановилась Камила Цибирова, Марта Мартьянова. Атаковала, наступала, но Камила все-таки не вышла за границу, а если бы вышла, то получила бы штрафной укол. Но Марта, тем не менее, настояла на своем, нанесла укол и сравняла счет в поединке, именно точнее в бое с Камилой Цибировой 3-3, но это означает, что по-прежнему минус 5 у нее. 5 уколов проигрывает сборная Татарстана, 27-32. Но вот уже сейчас Марта наносит еще один укол. Так, что такое? Видимо, ударилась о маску Камилла. Ну, бывает. Тем временем Марта Мартьянова... Да, наверное, куда-то или... Да, видимо, ударилась о маску Камилла Цибирова. Вот Марта Мартьянова чуть-чуть присела, отдохнула, возвращается на дорожку. Ну, она, конечно, не виновата в этом. Ну, что поделаешь, бывают такие столкновения. 32-28. Ну, мы уже говорили, что Марта Мартьянова так расходится ближе к концу боя. Сейчас, условно говоря, бой состоял из трех небольших боев. И если она начала совсем неудачно, 0-4 с Викторией Юсовой. Потом с Аллой Голоколенко тоже проигрывала ей даже, но нанесла подряд три укола. Вошла в свою колею. Выиграла бой у Алла Голоколенко 6-4. И вот здесь уже... Здесь уже Марта Мартьянова должна... По идее, достичь своих лучших кондиций. Но Камила Цибирова пока, в общем и целом, удается выполнить свою задачу и сдержать соперницу. Счет 32-28. Четыре укола и еще 79 секунд. Спортсменка на дорожке. Снова Камила отступает. Марта атакует и сокращает разрыв в счете. 32-29. Очень напряженный поединок. Ну что, москвички, вы знали, что в последнем бою будет Марта Мартьянова. И что она сделает все для победы. Значит, нужно было создавать больше задел в предыдущих поединках. Это я уже так, на всякий случай, говорю, ну, по крайней мере, чтобы было более спокойно фехтовать. А сейчас три укола и одна минута с небольшим совсем... Так, никому сейчас. Минута 5 секунд и 32-29. Камила Цибирова, Марта Мартьянова на дорожке. Сборная Москвы и Татарстана. Москвички впереди. 32-29. Да, посмотрев видеоповтор, Максим Рогушкин подтвердил свое решение. 32-29. Продолжается поединок. Напомню, что вчера встреча между Камилой Цибировой и Мартой Мартьяновой в финале началась с равной борьбы. Но потом Цибирова ушла вперед. Ну, ушла, наверное, это все-таки много сказано. Вышла вперед с разницей на два укола, скажем так. Так, 6-4 повелась, 7-5, 8-6. Но Марта Мартьянова перехватила инициативу. И, хоть и трудно по уколчику, но ситуацию выровняла и даже вышла вперед. В итоге первый период закончился со счетом 13-12 в пользу Марты Мартьяновой. Ну, а после перерыва, который прошел достаточно быстро, протекла минута. И еще быстрее закончился бой. В течение буквально 10 секунд Марта Мартьянова нанесла еще два укола. Выиграла 15-12, стала чемпионкой России. Ну, вот здесь сейчас счет 33-29 в пользу москвичек. И хотя Марта Мартьянова выигрывает этот бой 5-4, но этого мало. Пока что Камила Цибирова сдерживает ее атаки и даже сама наносит уколы. Сократился разрыв было до трех уколов, но вот две фразы, выигранные Камилой Цибировой, возвращают этот бой к тому, с чего он начался. Вот смотрите, москвички уже улыбаются. А начался этот бой, заключительный, девятый бой, со счета 29-24. То есть с разницей в 5 уколов в пользу команды Москвы. И вот сейчас тоже 5 уколов. Только времени-то уже не 3 минуты, а 37 секунд всего. И вот тем более еще Марта ушибла руку немного. Кисть, похоже. Ну, правда, естественно, врачебная бригада здесь, но Марте даже заморозка не понадобилась. И 37 секунд остается. Еще раз хочу поздравить с днем рождения Виталия Бурнацева. Председателя технического директората нашего чемпионата, нашего замечательного специалиста, который постоянно проводит все российские турниры. Хочу поздравить с днем рождения режиссера нашей трансляции Даниила Гудкова. Ну и кого-то сейчас буду поздравлять с золотыми медалями, а кого-то с серебряными. Похоже, что с золотыми медалями мы все-таки будем поздравлять москвичек. А вот сейчас, видите, хоть уколы не нанесла Марта Мартианова, но Камила Циберова вышла за линию боя. Она заступила за границей площадки, и поэтому укол присуждается Марте Мартиановой. 30-35 счет становится. 23 секунды и 5 уколов. Много, много 5 уколов, но, вы знаете, однажды на чемпионате Европы в зале Игерсеги сборная России выигрывала мужская, правда, команда у итальянской команды. Три укола за 8 секунд до конца основного времени. Но итальянцы сумели сравнять счет, а на приоритете нанести победный укол. Так вот, с золотом от нас уже почти выигранное, к сожалению, уплылом. Так что, если за 8 секунд можно нанести 3 укола, то вот сейчас 4 укола за 22 секунды. И подавно нанести можно. 35-31. Москвички ведут. Марта Мартианова атакует. Но пока что Камила Цибирова сдерживает ее атаки. Спортсменки уже устали, пользуются, по-моему, любой возможностью, чтобы немножко отдохнуть. Видите, приводит в порядок то оружие, то прически свои замечательные. 35-31. Ну, Камила Цибирова, похоже, поправила уже все, что только можно. Марта Мартианова еще все-таки занималась своей внешностью. Все сделала. Заодно, наверное, продумала, что она сейчас будет делать, какой сюрприз приготовит Камиле Цибировой. 19 секунд. Нет, обоюдные атаки. И время, кстати, не изменилось. 19 секунд по-прежнему. И снова обоюдные атаки. Но секунда-то прошла. Помните знаменитую, уже ставшую хрестоматийной ситуацию на Олимпийских играх в Лондоне, когда там последняя секунда, правда, в поединке по шпаге среди женщин длилась очень долго. Никак в поединке кореянки Шин Алам и немки Бритти Хайдеман никак... Они не могли эту секунду отфехтовать. Тем временем 36-31. И только и тут же Марта Мартьянова 36-32 делает счет. 15 секунд до конца остается. Камила Цибирова нанесла укол, но тут же и получила. 15 секунд. Готовы? Да. Ох. Марта, видите, сорвалась. Еще до команды. Порок. Вперед никому. Пять минут это много или мало, спрашивала героиня Людмила Игурченко в фильме «Карнавальная ночь». Готовы? А вот здесь вот 15 секунд. Сейчас мы узнаем, много ли это или мало. Камила Цибирова защищается. Марта Мартьянова атакует. Пол, не надо колоть. Ну, неудачно. Прошло все-таки несколько секунд. 10 секунд. Да. Вот сейчас уже, наверное, Марта мечтает, чтобы у нее в руке была не рапира, а арбалет или лук, чтобы можно было послать в соперницу стрелу. А сейчас ведь надо добежать. А это доли секунды. А доли секунды складываются в секунды. Секунды уходят. Готовы? И время уходит. 4 укола, 6 секунд. Стоп от защиты от этого полной доски. 5 секунд. Готовы? Напомню, что бронзовые медали завоевали фехтовальщицы второй сборной Москвы. Ольга Батенина, Алана Кочиева, Екатерина Кузьмичева, Миргул Кадырова. Наверное, 4 секунды и 4 укола дают мне некоторые право сказать, что серебряными медалями будут награждены раперистки первой сборной Татарстана. Марта Мартьянова, Аделя Абдрахманова, Анастасия Семенова и Елена Новосадова. А чемпионками России среди юниоров в командном первенстве раперисток стали, да, вот оно, прошло время, стали Виктория Юсова, Камила Цибирова, Алла Голоколенко и Белла Кулаева. Поздравляем чемпионок, поздравляем призеров. Напомню, что завтра у нас в 18 часов начало финальных соревнований по сабле среди юношей и среди девушек. Ну а на этом мы заканчиваем нашу трансляцию, организованную телекомпанией ТСМ и Федерацией фехтования России, режиссером трансляции Даниил Гудков. Микрофона был Алексей Попов. Всего доброго, до завтра, всем всего самого лучшего. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.